Размял вообще? Вообще не размял. Размнешься, сейчас. Еще разочек мы проедем, сразу тройку не разбираешь. Владик в свои 6 лет уже верхний акробат. Почти настоящий циркач. По крайней мере, трюки, которые он выполняет, не на самодеятельном, на профессиональном уровне. Он уже два года как на сцене. На тренировке бабушка водит из детского сада. И здесь ему нравится. Что сложнее, верхние или нижние акробаты? Верхние. Почему? Потому что там надо крутиться. Уже этой осенью у цирка Маугли появится европейский зритель. В конце ноября ребята будут выступать в Женеве на конкурсе Евровидения. С номером джигитовка. Причем исполняют маленькие артисты такие элементы, которые до этого были под силу только взрослым. Джигитовка – жанр непопулярный, потому что сложный. На всех конкурсах его отмечают отдельно. Причем взрослые и профессиональные акробаты. Именно его заметили артисты цирка на Цветном бульваре и тут же предложили для участия в Евровидении. А в качестве подарка от взрослых коллег из Москвы новые костюмы и зеленоглазые лошадки. Так что теперь за два месяца до поездки тренировки в режиме усиленном по 4-5 часов в день. Порой и уроки ребятам приходится делать тут же, за кулисами, чтобы все элементы номера и внутренние настроили сгинки передать с точностью. Все настолько удивились, что могут вологодские северные дети передать южный темперамент. Вот этот характер зажигательный, в общем-то, просто на ура был принят номер. Руководители студии поясняют, этим летом артистам цирка отдохнуть почти не удалось. Зато в итоге целая гирлянда важнейших наград. В Перми девчонки заняли второе место, эквилибр дорога и цветов. Мальчишки в Екатеринбурге первое место с жангляжем. Сейчас в Сочи привезли первое и второе место, со скакалками первое место, опять дорога и цветов девочки второе место. Ну вот у нас еще впереди Евровидение и минута славы. Теперь их приглашают для участия в церемонии открытия Сочинской Олимпиады. В ноябре увидеть маленьких циркачей можно будет уже не на концерте в ДКПЗ, на экранах телевизоров, в программе «Минута славы» и во время трансляции конкурса Евровидения. И тогда юным акробатам потребуется настоящая поддержка земляков. В прошлом году для пропуска в финал ребятам не хватило совсем немного голосов, так что участие в Алакжан на этот раз будет не лишним. Анна Одинцова, Игорь Трифонов, Новости Вологды.